Закон 889 о госслужбе вступил в силу еще в мае прошлого года. Но изменения, которые он повлек за собой, всплывать на поверхность начали только сейчас. Бывшие госслужащие стали массово жаловаться на отсутствие перерасчета пенсий. Более всего пострадали державные служащие, государственные чиновники, которые до этого всегда получали пенсию, основанную на том, что весь совокупный доход людей, которые работали на госслужбе, учитывал все возможные доплаты, материальную помощь, надбавки. Вступил в силу новый закон с 1 мая 2016 года о государственной службе, который отменил эти нормы закона 1993 года и пояс покатился дальше. Перерасчет пенсии производится исходя из зарплат нынешних чиновников, которые перечисляют страховые взносы в пенсионный фонд. Но такого перерасчета для госслужащих на пенсии в последние годы не проводили. Люди, которые платили в 2,5 раза больше налогов, чем другие, остались без заслуженных надбавок и гарантий. Мы, бывшие держслужбовцы, мы работали, и у нас были какие-то социальные гарантии. Мы работали из-за хорошей пенсии. Сейчас у нас это отняли в связи с вводом в действие закона 889-го. Дискриминационный этот закон, потому что он аннулировал все наши права. За плечами Надежды Блиновой 42 года стажа. 18 из них женщина проработала в областном казначействе. Под ее руководством трудилось более 200 сотрудников. Всегда мы налоги платили правильно. Потому что мы и судили, что мы отплатили свое за сколько лет. Ну, извините, положено 10 лет, а я работала в 18,5 госслужбе. И у меня стаж работы общий, 42 года, но только сказать, я всю жизнь проработала. Возмущенные несправедливостью пенсионеры собрали подписи и с коллективным письмом обратились за помощью к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Он отреагировал на жалобы пенсионеров, выслушал их во время личного приема и направил депутатский запрос премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Кроме того, он предложит изменения в закон о государственной службе. Ко мне, как к народному депутату Украины, обратились пенсионеры, бывшие госслужащие с вопросом о восстановлении права на перерасчет пенсии. Перерасчет осуществляется исходя из сумм заработной платы, на которой начисляются страховые взносы, на общеобязательное пенсионное страхование работающего госслужащего, соответствующей должности и ранга на момент возникновения права на перерасчет пенсии. В результате внесения вышеуказанных изменений, фактически они лишились гарантированного Конституции Украины права на перерасчет ранее назначенных пенсий. Также следует отметить, что пенсионеры определенной группы платили взносы в Пенсионный фонд Украины в 2,5 раза выше, чем другие категории работающих. Учитывая актуальность затронутых вопросов, прошу вас принять меры по восстановлению права на перерасчет пенсии госслужащим, с учетом всех составляющих заработной платы в соответствии с законом Украины о государственной службе, предусмотрев механизмы, условия и порядок осуществления такого перерасчета. О результатах рассмотрения депутатского запроса и принятых решениях прошу сообщить в срок, установленный законом Украины о статусе народного депутата. Подписи для коллективного обращения собирали буквально всей областью. Мы собрали подписи не только от Одесситова, собрали подписи с Одесской области. Это Арцисс, это Татарбунар, это Сарата, это раздельно. И люди звонят по сей день. Закон, который не учитывает интересы бывших чиновников, дискриминационный, уверены эксперты. Это сужает общая гарантированная Конституция Украины, право человека на то, что не будут сужаться его права и свободы. И он должен будет стоять на уровне со всеми остальными. То есть всем повышают и им должны были повысить. Мы обратились к Сергею Васильевичу Кивалову, потому что мы хотим восстановить справедливость, чтобы он помог нам этом. Хотим, чтобы этот закон был аннулирован. И особенно статья про Держслужбу 37.1, это о нас. Она была для нас восстановлена. Я подчеркиваю, для нас, потому что там осталась эта статья 37 для определенной группы Держслужбовцев. А для нас ее нету просто. Теперь бывшие госслужащие требуют отмены дискриминационного закона и перерасчета пенсий. И рассчитывают, что содействие парламентария поможет решить их проблему. Наталья Опара, Владимир Ивжич, Денис Рудь, Юлия Польнова, телеканал Репортер.